На этот квадроцикл собирали, что называется, всем миром. О нем попросили наши ребята с фронта. Сбор объявил региональный фонд Доброволец. Стоил такой 200 тысяч рублей. Собрали. Осталось его немного подготовить для задач на фронте. На квадроцикл был запрос от бойцов, да, потому что сейчас такие погодные условия, которые позволяют использовать там квадроцикл, и ему он очень необходим для быстрого перемещения. Был объявлен сбор на квадроцикл. Многие люди помогли, присоединились. Сегодня для наших парней отправилось несколько грузовиков с гуманитарной помощью. Внутри все необходимое – продукты, тепловизоры и даже строительные материалы. Помимо квадроцикла на интернат в город Сватов были отправлены строительные материалы, так как в интернате была произведена атака силами ВСУ, и интернат немножечко был разгромлен. Поэтому детишечка сейчас оттуда распустили, их пришлось эвакуировать, и будет восстановление интерната. А это кадры нашего прошлого репортажа. Тогда бойцам, помимо всего прочего, передали приборы ночного видения и детекторы дронов «Булат». Сегодня стало известно, что груз прибыл к месту назначения. Сегодня мы ставим точку в нашей командировке. Фонд доброволец объединенными силами произвел развоз гуманитарных грузов и транспортных средств по всей линии фронта, согласно тех заявок, которые поступили. Для нас остается только путь домой. От лица всей нашей разведгруппы хотелось бы выразить бесконечную благодарность тем людям, которые помогают нам, верят в нашу победу. Сегодня на отправке гуманитарного груза присутствовала и уполномоченная по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина. Сегодня познакомилась с удивительным водителем Павлом. У него ДЦП, то есть у него тяжелая форма. Он водитель, он ведет машину, удивительно. Он плохо ходит, он с тростик, у него гиперкинеза. Но он мастерски водит машину и возит груз. Для меня это сегодня было просто удивительно. Я искренне благодарю всех, кто помогает и кто возит этот груз нашим бойцам. Машины только-только отправились, а фонд уже готовится к новой отправке. Список у бойцов практически тот же. Нужные вещи остаются прежними. Еда, медикаменты для госпиталей и одежда. Поучаствовать в сборе и помочь может любой желающий.